Дорогие мои, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Клемюк. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня прогноз будет на неделю, начиная с 27 декабря по 2 декабря. Ну что, Новый год уходит. Конечно же, у меня еще будет время, и я вас всех поздравлю, но тем не менее, я хочу, чтобы все плохое, что планирует произойти в 2022 году, осталось в 2021. На эту тему мы с вами еще поговорим, а сейчас я подготовила для вас прогноз на эту неделю и буквально кратенько по всем знакам зодиака. Овен. Ну, овнам придется много времени уделить решению личных проблем. Вообще неделька достаточно напряженная, очень много будет каких-то дел. Овны, вы будете востребованы. И вообще, если говорить в целом по овнам, дорогие мои, осталось чуть-чуть, просто чуть-чуть еще потерпите. Буквально в 2022 году, видите, вот я даю на неделю, а уже меня понесло дальше. Но тем не менее, закончу свою фразу. Хорошее время будет у вас. Очень хорошее время. Ну, а здесь надо будет прислушиваться к советам друзей. У меня очень много овнов среди друзей, поэтому, дорогие мои, прислушивайтесь. Многих у вас, вернее, у многих из вас есть мои прогнозы. Слушайте, слушайте, слушайте. Работы может быть значительно больше. Почему? Потому что вы востребованы. Потому что у вас очень много каких-то обязательств. Почему говорю каких-то обязательств? На вас, как правило, грузят все, что вы везете, но вы и сами не против. Вы настолько поглощены какой-то общественной работой, финансовыми какими-то делами. Какими-то. Почему? Потому что у вас всего много. У вас нет одного какого-то дела. У вас много дел. И там можно заработать, и там можно заработать. Ну, в общем-то, вы очень-очень задействованы и в общественной сфере, и в финансовой сфере, и в профессиональной. Ну, а дома без вас никак. Потому что вас ждут, вас ревнуют, вас любят. И это неважно, вы мужчина или женщина, парень или девушка. Нужно будет все, конечно же, закончить до четверга. Потому что с пятницы или же в пятницу лучше уже расслабиться и спокойно готовиться к празднику. Но, дорогие мои, имейте в виду, что в самый последний момент обязательно вы кому-то понадобитесь. В пятницу, значит, в пятницу. Вот так, к сожалению, может быть. Тельцы. Ну, что, мои хорошие. Ваши планы, конечно же, могут сорваться. Сделаю поправочку. Не у всех. И хочу пожелать этого, чтобы не сорвались планы. И почему они могут сорваться планы? Потому что вмешается реальность. Вы не забывайте, что вы находитесь под... Вернее, вас инспектирует уран. А уран – это планета-покровитель знака воздуха. И все происходит очень быстро. Информация о какие-то ситуации. То есть, вы знаете, вот все вроде просчитал, все нормально. А сами иногда не понимаете, почему вдруг сорвалось то или иное мероприятие. Ну, это даже вам даже понравится. Я думаю, что даже у многих тельцов, что интересно, встреча Нового года может быть спонтанной. Ну, что такое спонтанное? Как говорится, Оливье тазик поставили, но здесь вдруг куда-то кто-то пригласил и собрались, ушли. Или же вообще передумали садиться за стол и набивать живот, скажем, тем же Оливье. Ну, я вам тоже этого желаю. Это неплохо. Вы знаете, надо менять, надо менять. Менять какое-то место, менять какие-то события, менять, может быть, хотела сказать, друзей общества. Но я уже думаю, что у вас и так уже поистрепалось все и очень многое изменилось. Но то ли еще будет. Все впереди. Особое внимание, пожалуйста, уделите в выходные детям и, может быть, сходите с ними на каток. И, дорогие мои, обязательно позвоните родственникам, позвоните родителям. И неважно, это дети, это родственники, это родители, это друзья. Найдите для них хорошие слова, потому что весь год для вас был очень сложным. И давайте мы его отправим, как говорится, с таким хорошим посылом. Родителям скажем, что мы за них переживаем, попросим у них прощения, что мало времени уделяем. Друзьям скажем, знаете, спасибо тебе, что ты был со мной, спасибо тебе, что ты остался, потому что я уже сейчас свое что-то вспомнила, да. Почему? Потому что уходят люди, уходят. И мы только потом, дорогие мои. Ой, какой эмоциональный прогноз получился. И мы только потом понимаем, как все быстро, как все шатко в этом мире, а мы не успели сказать. Поэтому, тельцы, я знаю, что вам тяжело, но вы сильные. Это год был быка, и вы тянули за семерых. Я вам желаю, чтобы этот Новый год, ничего страшного, что он будет спонтанным. Главное, что он уйдет, и пусть он забирает все плохое. Удачи! Близнецы. Ну вот, что, мои хорошие. Удивительно, но для близнецов эта неделя перед Новым годом, она принесет некие позитивные моменты. Почему? Какие-то проблемы сами собой решатся. Долго думали, переживали, что-то строили. Знаете, как речь репетировали там в уме. А тут раз, пришли, а речи говорить не надо. Все решилось само собой. Поэтому здесь, конечно же, это хорошо. Вообще, знаете, такое впечатление, что вас посетил или же посетит Дед Мороз. Причем он будет невидим, невидимый этот Дед Мороз. Может быть, это ангел-хранитель. Вообще, близнецам я бы порекомендовала сходить в храм и купить... Есть такие вот статуэточки ангелов. Купить его и поставить. И неважно где. Почему? Потому что кто-то должен все-таки близнеца охранять и контролировать. Ведь близнец, знаете как? Сегодня, чтобы вас не обидеть, Ну, скажу, как понимаю, да, или как хотела сказать. Сегодня фейс, а завтра попа, да. То есть вот такая вот жизнь у близнецов. Ну, близнец есть близнец. В одном человеке живет в лучшем случае два человека. В лучшем случае. А еще есть внутренний мир, а еще есть внешний, а еще оттуда кто-то командует и пытается управлять. Поэтому здесь очень сложно. Я думаю, что неделя будет очень интересной, разнообразной. Будет очень много неожиданных встреч, свиданий. Во-первых, с друзьями. И это все будет, знаете как? Вот такое вот, как калейдоскоп. Встретил одного друга, встретил второго друга, понадобился третьему, пятому. И, ну, напишите, пожалуйста, обязательно свои ощущения о пройденной неделе. Раки, дорогие раки, ну, вы, конечно же, находитесь у меня в творческом поиске. Ну, эти творческие ваши поиски, идеи какие-то, они, конечно же, могут увенчаться, могут увенчаться успехом. Не увенчаются успехом только у тех раков, которые будут, хочется, колется, и я не могу сказать, что я так хочу. Ну, вы понимаете, да? Почему-то раки все время уходят туда, на задний план. Так вот здесь надо выйти и сказать, а я знаю, а я умею, а я предлагаю, а я хочу. А возьмите меня, возьмите это, пожалуйста, на вооружение. Постарайтесь, конечно же, во-первых, не проявлять раздражительность, а спокойненько. И если даже вам откажут, но такого не будет, Вселенная не позволит вас оставить на задворках. Если появится возможность, а такие возможности появятся у кого-то в профессиональной сфере, у кого-то в финансовых делах, у кого-то какие-то социальные вопросы могут встать, и без вас никак. Так вот, это может появиться та ситуация, когда надо будет не то, что решать проблему социальную, а принять участие, но надо, может быть, чай поднести, может быть, водочки кому-то налить. Ну, а вы, господа, вы к этому, как говорится, это слишком низко для вас. Я бы вам рекомендовала сделать, даже если будет что-то, будет предлагаться вам что-то не совсем приятное, ну, скажем, для вашего статуса, как вы понимаете. Вспомните меня и скажите, даже если откажетесь, скажите, а хорошо, а давайте я буду. Поверьте, вы получите огромное удовольствие, и кроме этого удовольствия вы получите подарки и бонусы. Я вам этого желаю. Ну, во-первых, самое главное, хочу пожелать вам, не играйте со своими близкими, любимыми в прятки. Не дуйтесь, как буки там где-то за печкой. Ну, сами надумывайте, а потом кто-то виноват. Поэтому Новый год должен быть очень таким существенным. И еще думайте, мечтайте, визуализируйте, какой вы подарок хотите. Ну, вы умеете, но вы способны передавать телепатически своему партнеру, своему руководителю. Я сейчас представила, как раки будут вслед руководителю, вот сюда, вот в темечко, как говорится, идти и говорить, я хочу повышение к зарплате, я хочу там еще что-то. Да, такое работает, но только в том случае, если вы сами это не блокируете. Я вам желаю получить хорошие подарки, а подарки будут, по-любому будут подарки. Хорошее настроение – это тоже подарок. Львы. Дорогие львы, год, конечно же, тоже был сложным для вас, но успех на этой неделе непременно придет к вам, но придется приложить все-таки некие усилия, проявить выдержку, проявить внимание. И, конечно же, скажем так, свои какие-то интеллектуальные способности. Смотрите, какая интересная вилка получается. Спокойствие, да? Мало того, что спокойствие, так еще интеллект проявить. А теперь смотрите, если вы будете раздражены, а это лев, а какой интеллектуальной способности или же о каких-то позитивных мыслях общений может быть? Нет. Вы тогда будете просто растоптаны и будете терять свою энергетику. И в то же время ваш оппонент будет чувствовать это, и он будет относиться к вам точно так же. Поэтому совет на эту неделю вам дам такой. Если вдруг появится какая-то ситуация, где просто необходимо быть и выяснять какие-то отношения или еще что-то, не стесняйтесь. Скажите, я сегодня что-то очень нервничаю, у меня сегодня состояние такое не совсем хорошее, чтобы, может быть, выяснять отношения, может быть, еще что-то. Давай мы с тобой это перенесем, потому что у многих львов назрели какие-то моменты, какие-то моменты, потому что у каждого свои. У кого-то в семье, у кого-то дети, у кого-то друзья, у кого-то на работе, оставьте это, если это, конечно, возможно, на после Нового года. Вы удивитесь, что после Нового года все решится. Как говорится, и волки целы, и овцы целы. Вернее, наоборот, волки сыты, овцы целы. Поэтому здесь я бы вам рекомендовала полностью погрузиться в новогодние вот эти праздники. Больше улыбайтесь, больше желайте всем удачи, здоровья. Да, улыбайтесь. Я знаю, что многие носят маски. А вы знаете, как красиво улыбаются глаза? Раньше мы смотрели, как вот эта часть у нас выглядит, а теперь глаза. Глаза – это зеркало души. Может быть, поэтому Вселенная и надела нам многим маски. Ну вот, белорусы без масок. Нам хорошо. Я желаю вам искренне, чтобы вы маску одевали только посещая, может быть, какие-то питомники, где хотите помочь. Может быть, какие-то социальные учреждения. Чтобы вам там предлагали маску. Ну, а в дальнейшем, чтобы вы были здоровы, свежи и счастливы. Как провести Новый год? Звезды рекомендуют лучше пойти в гости, но в проверенную компанию. Ну, а знакомые, друзья, вот это вот все, они могут вас подвести. Почему могут подвести? Потому что я вам уже выше немножко рассказала. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам удачи. Девы, мои дорогие девы, главная задача и цель на этой неделе – найти взаимопонимание в отношении с людьми. Не важно, с какими людьми. Сложно. Вы столько за год наломали дров и обидчивость. Знаете, вот госпожа-господин, да, себя поднимать на высокий уровень. И причем это происходит неосознанно. Это уже там, где-то далеко внутри, на генетическом уровне заложено я же, я же, я же. И вам все время кажется, что кто-то на что-то претендует, что-то не так сказал, что-то не так сделал. И даже здесь не обида, а вот эта категоричность. Нет и все. Да или нет. Кстати, буквально секундочку, я смотрела нашего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Я хотела сделать матрицу, как у Путина, кстати, можете посмотреть. И когда я окунулась вот в этот его энергетический мир, я не смогла в нем разобраться. И только потом мне дошло, что это человек, у которого есть только два. Да или нет. То есть, понимаете, надо быть немножко более гибче, надо быть более внимательным. И не надо себя накручивать или же, как бы вам правильно сказать, придумывать, если можно. Знаете, как говорится, надо быть получше, помягше к людям. Но, тем не менее, во-первых, неделя будет богата событиями. И, то есть, будут какие-то интересные впечатления, будут подарочки, будут знакомства. И в целом это будут даже некие планы. Я бы сказала, даже смелые планы, которые вы сможете осуществить. По-любому для дев последняя неделя перед Новым годом, она откроет как бы ворота в какое-то другое измерение, в другую жизнь. Но это не значит, что надо нос кверху быть такой букой. Нет, дорогие мои, здесь надо, знаете, постарайтесь побыть белой и пушистой хотя бы вот в этот период, пока войдете в Рождество, потом в Крещение. Ну, а 1 февраля там уже по-китайскому начинается Новый год и так далее. Вот этот период вам надо каким-то образом пережить. Постарайтесь не давать обещаний, потому что именно вот эта неделя перед Новым годом очень много дел будет. И обещания могут быть такие, которые понадобится делать вот сию минуту и сейчас. Вы можете кого-то подвезти. Ну, лучшим, что для вас может быть лучшим отдыхом? Звезды рекомендуют в выходные вам попутешествовать. Ну, а дальше уже, как говорится, и Новый год будем говорить о том, что будет в 22-м. Весы. Ой, ну что, мои хорошие, вам может показаться, что последняя неделя Нового года, что вы все то, что происходит вокруг, вы наблюдаете как бы из поезда, что это не ваша жизнь, а вы куда-то несетесь. А вы несетесь навстречу переменам. Это 22-й год, но я туда уже не полезу, потому что будет долго. И это будет, скорее всего, некое подведение итогов. И вот этот поезд, который будет... Вот почему-то именно весы последнюю неделю этого года будут подводить некие планы, будут анализировать, будут думать, будут взвешивать. Может быть, и хорошо, ведь весы – это правосудие, да? Куда чаша весов? Это фортуна, да, дорогие мои. На какую сторону чаша весов склонится, там мы и будем, да? Поэтому я, конечно же, желаю вам не нервничать. И прошлый год, конечно, очень сильно отразился на вашей судьбе, на ваших профессиональных каких-то делах. За дел затронул личную сферу. Особенно весы почувствовали это все на собственном здоровье, на энергетике. Ну, 2022-й я уже не буду, но, тем не менее, мы идем в 2022 год, и понедельник, вторник. Не надо, я вам просто не рекомендую начинать новые дела. Лучше завершить старые и готовиться к празднику. То есть ничего нового весы не начинают. Заканчиваете старые и готовитесь к новому. И поверьте, даже если где-то что-то вы по дому не сделаете, ну, не переживайте. Это не так уж важно. Самое главное, что внутренне вы готовы к встрече нового года. Ну, Новый год, конечно же, вы расслабитесь, повеселитесь. Об этом говорят звезды. Но, тем не менее, будет немножко поспокойнее, так как стресс, вот эта нагрузка, она немножечко уйдет, но при условии, что вы не будете брать через силу. Почему я говорю, что если вы дома что-то там не доделаете, и не надо, поверьте, я никому не скажу. А в 2022 году вы вместе сделаете. Год тигра хороший, он такой будет несколько агрессивный, несколько импульсивный, несколько жадный, несколько кровожадный. Поэтому вам надо быть здоровыми, сильными, ну, и, конечно же, энергетически спокойными. Я желаю вам удачи. Скорпионы. Ну, что, мои хорошие, у многих скорпионов началась уже прошлая неделя, вы начали подбивать свои финансы. Это проблемы с детьми, это проблемы в личных отношениях, и вы не то что вступаете, заканчиваете, а вы только еще вступаете на путь некого обнуления. Это у вас полностью будет меняться окружение. Будьте к этому готовы. И в этом будете, это окружение будете, как бы вам правильно сказать, менять будете вы сами. Потому что не в состоянии будете проанализировать, сдерживать свои какие-то эмоции. Вам и так сложно. Ну, а здесь, как говорится, вам и жезл в руки, да. Поэтому неделя эта прежде всего нельзя играть в кошки-мышки, знаете, проявлять некую хитрость, особенно с окружающими, потому что от вас вселенная уже начала требовать честности, проницательности, сочувствия, уважения. То есть вот все, что я назвала, можете вот этот смысловой ряд продолжить дальше. Новый год, конечно же, вы встретите в хорошем настроении, так как будете востребованы, как человек, как девушка, мужчина, женщина, да, энергетически. С вами будет интересно, вас будут ждать, вам будут рады. Вы будете профессионально успешны к концу недели. Ну и, конечно же, любимы. Но по поводу любви скажу дальше. Не решайте вопросы, которые где-то, когда-то там возникли. Почему? Потому что именно предпоследний, вот, декабрь месяц и далее в январе, оно, знаете, как черт из табакерки выскочат некие проблемы семейного плана, то есть личного плана. Девушка, парень, юноша, да, женщина, мужчина, муж, жена и так далее. Поэтому что хочу пожелать? Отправляйтесь в путешествие. Оно принесет очень много положительных эмоций. Стрельцы. Дорогие стрельцы, эта неделя вас может одолеть идеями, проектами. И это все будет, знаете, вот здесь вот кружить, кружить, кружить. Как денег заработать, как профессию улучшить или же что-то поменять в профессии, а может быть вообще поменять. И совсем по-другому вы начнете смотреть на свое руководство. Если вы руководитель, значит, на вас будут смотреть ваши подчиненные не так, как надо, и вы это будете ощущать, энергетически будете ощущать. То есть, если раньше вы какого-то Петрова, Иванова даже не замечали, то здесь очень актуальны будут вот эти люди, которые находятся рядом, и которым, возможно, нужна ваша поддержка. Имейте в виду, почему? Потому что, как правило, таких людей Вселенная дает для каких-то поступков, для каких-то решений. Ну, я думаю, что вы, как вам сказать, не накажете людей, которые будут где-то как черт из табакерки, как я говорю, выскакивать. И прежде всего здесь у вас появится желание через подсознание будут идти не совсем позитивные идеи, не совсем позитивная информация может идти. Понимаете? Гасите, не принимайте эту информацию. Все то, что нам оттуда дается, это... Ну, иначе мы не будем знать, куда нам пойти, что нам делать, да? Мы же гомо-сапиенс, мы люди, мы человеки, мы думаем, мы размышляем, мы выстраиваем логические цепочки, и мы делаем выбор. А за выбор... Выбор можно любой, никто нас не заставляет. Самое главное – это последствия этого выбора. Поэтому я боюсь, что вы последнюю неделю декабря можете быть или же катализатором, как в таком минусовом качестве, или же в плюсовом. Выбирайте плюс. Хорошо? Вспоминайте. Что касается дней недели, ну, например, в четверг у вас может появиться или некое такое желание начать все сначала. Но я вам уже сказала выше, как это может проигрываться. Не надо выяснять отношения. Но вот имидж, да, можете менять. Некоторые, возможно, захотят сменить имидж. Да, ну, может быть, прическу поменяют, волосы перекрасят. Мужчины, может быть, кто-то, может быть, бабочку подцепит. А почему нет? Доволе будет позитивно и красиво. Ну, безжалостность надо свою выбрасывать, нетерпение тем более. Новый год тоже вы можете встретить в таком довольно неожиданном месте, я бы сказала, и в необычайной компании. Ну, во-первых, необычная компания, необычная компания. Найдутся люди, будут некие события, которые, конечно же, вас могут порадовать. Козерожки. Дорогие мои козерожки, это неделя, последняя неделя Нового года. И на этой неделе, вероятно, ситуация, когда долго какие-то вынашиваемые планы придёт, то есть вы их сможете осуществить. Некоторые уже осуществили. Кстати, вот сегодня воскресенье, 26 декабря, и некоторые уже могли осуществить. Поэтому, но тогда вот эти планы, которые уже, например, осуществились, а, как правило, иногда события опережают, звёзды, да, бывает такое очень часто, то, значит, это будет некое наслаждение, некое планирование, и более такой визуальный контакт, то есть более такой тщательно будете к этому подходить, будете рассматривать всё это. Ну, это неплохо, это очень хорошо. Но я хочу единственное что, что не пытайтесь быстро и вместе решить и свои проблемы, и чужие проблемы. Потихонечку, спокойно. Кстати, для козерогов последняя неделя декабря очень позитивная. Во-первых, у некоторых Юпитер и с Венерой, у некоторых Юпитер и с Нептуном и так далее. Очень красивое сочетание, так что денюжки у вас будут, они должны быть. Что касается среды, будет некое проявиться любопытство, но это любопытство не доведёт вас до добра, и, ну, знаете как, постарайтесь себя сдерживать. Не вмешивайтесь в чужие дела, не властьте в чужие споры, не старайтесь доминировать, не пытайтесь, чтобы ваше слово было последним. Это именно тот момент, когда Вселенная попытается подбросить вам такие ситуации, и даже людей, когда вы должны, может быть, где-то проявить уважение, может быть, терпение, а может быть и, знаете как, а мне это не надо, а мне это неинтересно, или ещё, а зачем ты мне это рассказываешь. Поэтому это очень хорошо работает, когда передаётся какая-то сплетня или ещё что-то, или какая-то не совсем позитивная информация, которая вроде как бы и не касается вас, но её вам почему-то вот говорят. Потом через какое-то время вы поймёте, что, сдержав свои эмоции, вы выиграли, потому что так или иначе информация, вот она потом вам понадобится, а уже куда, уже сожжены мосты, а козероги любят всё делать быстро, спонтанно, да, невзирая на регалии. Пятница. Ну, в пятницу что могу сказать? Не откладывайте на потом то, что наметили, хотя перед праздником будет какой-то много суеты, и будете нервничать, будете что-то вспылить. Для молодых козерогов скажу, встаньте из-за компьютера и начните делать дела, и вы всё успеете. Так, водолеи. Последняя неделя, ну, знаете как, водолеи, вселенная будет пытаться их подтолкнуть к чему-то новому. Какие-то дела, какие-то встречи, это, во-первых, будут какие-то интересные люди, общение с этими людьми. И начало недели, кстати, вы можете уехать куда-то в командировку, да, ну, вернётесь, я надеюсь, что да. Но то, что вы с ней справитесь, это однозначно, и, более того, вы даже заслужите некое одобрямс, спасибо, и, может быть, даже какой-то подарок или же премию от начальства. Об этом говорят звёзды, поэтому, если будут отправлять, ну, раз звёзды говорят, что может быть командировка, так а что упираться? Конечно, надо ехать. Рыбы? А там надо вырезать будет? Да. Ну, давай. Рыбки, дорогие рыбки, ваш прогноз. На этой неделе жизнь будет бить ключом. И вообще вы сейчас вступили в такое время, когда вам всё по плечу. И финансы, и творчество. И в то же время таким, знаете, как вы считаете, как груз, который надо столкнуть, какие-то личные проблемы, какие-то люди, которым вы пытаетесь сказать, что вот надо так, вот так, а они не слушают. Скажу вам, дам такой совет. Ну, к сожалению, это бесполезно, потому что у каждого своё видение той проблемы, которую вы ему навязываете. Потом этот человек, конечно же, может вас обвинить, что вы виноваты, что вы не настояли или ещё что-то. И, конечно же, если это здоровье, значит, это однозначно проявится. Вы просто чувствуете, вы понимаете, вы знаете. Поэтому в этой ситуации могу дать только один совет, что помогать надо, тем более, что у вас, у многих ещё не ушли кармические узлы, вы должны заботиться о ком-то из близких, проявлять внимание, заботу. Почему? Потому что идёт тоже какое-то ещё обнуление. Оно всё время идёт. С каждым годом мы взрослеем, мы стареем, мы мудреем. Выбирайте, что вам нравится. Но могут, конечно, возникнуть некие смутные, неформальные стремления, которые могут проявиться, знаете, в каких-то талантах. Может быть, кто-то захочет заняться астрологией. Кстати, я буду набирать курс астрологов ускоренный, чтобы вы быстренько всё разобрались с программой, как положено. Что касается понедельника-вторника, то появится возможность, как я уже сказала ранее, именно понедельник-вторник будет некая такая интуиция. Это какие-то таланты могут проявиться. Середина недели. Ну, надо успокоиться, надо умерить амбиции, надо отдохнуть. И самое главное, что надо избегать конфликтов. Почему? Потому что, к сожалению, энергетически всё вокруг вас таким образом складывается, что и там есть проблема, и там есть проблема, и здесь проблема. А вы, рыбки, чувствительные, и вы ещё даже не знаете, какая проблема есть, а вам уже, как говорится, не комильфо. Поэтому надо, может быть, научиться каким-то образом это блокировать. Но вы ещё очень чувствуете вот эту накопившуюся иногда энергию. Ну, что делать? Найдите время купить подарки для своих близких. Ну, и самое главное, что здесь звёзды рекомендуют купить подарок для себя. Суббота можно к родственникам. Это будет даже правильно, это будет хорошо. Сходить в гости прекрасно не получается, значит, позвонить. Или же к старым друзьям. Поэтому, дорогие мои, поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам удачи, здоровья. Берегите себя и тех, кто рядом. С вами была я, Зоя Клемёк. Бай-бай.